Слава Богу! Я начну сегодня новую серию сообщений о Духе Святом. Я верю, что ключ для вас, чтобы вы исполнили свое призвание на земле, это ваше взаимоотношение с Духом Святым. Это ключ. И сегодняшнее сообщение – Тайная Божья книга, раскрывая вашу истинную личность через Духа Святого. Вы хотели бы знать свою собственную личность, истинную личность? И сегодня я прочитаю стих, на котором будет основываться наше сообщение. Это 1 Коринфянам 2 глава 9 стих. Давайте прочитаем вместе. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Читая этот стих здесь, мы можем ясно видеть, что никто не может рассмотреть вашу человеческую способность, которую Бог дал вам, ваши духовные способности, служение или призвание, которого Бог имеет для вас. Этот стих показывает нам, что все ваши учителя, советники, включая вашего мать и отца, они не имеют достаточной способности. Они не годны для этого. Это защитит вас от мнения других, потому что этот стих говорит, что глаза не видели, что не слышало уха, и что не входило даже в ум человеческий, то, что Бог запланировал для вас. Разве это не хорошие новости? То, что Бог приготовил для вас. это освобождает вас от людей, которые пытаются положить вас в ящик, в коробку, или тех, которые имеют слова обвинения для вашей жизни. Может быть, этот стих, который мы прочитали здесь, он говорит, что, может быть, если у вас что-то не получилось на прошлой неделе, если у вас что-то не получилось на прошлом месяце, вы еще не там. все равно есть план Божий, который ожидает вас. Даже если вы провалились. Могу я услышать. Аминь. Даже если вы провалились прошлую неделю или прошлый месяц, все равно есть план, который никто не знает. Ни родители, ни учителя, никто не знает этот план, который Бог имеет для вас. Однако Божьи тайны и Божий план продолжаются, продолжается то, что написано о вас. Даже если вы провалились, все равно есть много планов, которые написаны о вас. Можете сказать, как это освобождает вас от человеческого мнения. Потому что то, что Бог имеет, подготовил для вас. Сейчас я прочитаю следующее заявление. Это самая важная вещь. Потому что никто не знает планов, которые Бог имеет для вас. Библия говорит, глаза не видели, и уши не слышали, и не приходило на ум к человеку. Никто, ни пастор, ни мама, ни папа, никакие люди, никакие советники, никто. Никто даже не мог предположить и предполагать, что Бог имеет для того, кто любит Его. И следующее заявление, пожалуйста, подчеркните это в вашей Библии. Это не грех, подчеркивать в Библии. Вы можете подчеркивать в вашей Библии. Это хорошо для вас. Если у вас бумажная Библия, потому что у многих цифровая Библия. Давайте прочитаем стих десятый. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Никто не знает эту информацию о вашей жизни. Но Бог открыл эту информацию нам, своим Святым Духом. И как всякий раз, когда вы читаете в Библии Дух с заглавной буквы, это не говорится о вашем Духе. Это говорится о Духе Божьем, о Святом Духе. Каждый раз, когда вы читаете, это говорится о Духе Святом. А теперь заметьте информацию о вас. Это информация, о которой никто не знает. Старейшие не знают, власти не знают, ваши друзья не знают, ваши родители не знают, общество не знает, никто не знает. Но есть единственная Личность, которая знает. И кто эта Личность? Это Бог через Его Духа Святого. что еще более важно, это то, что эта Личность, которая знает, хочет, чтобы и вы знали это тоже. Кто знает, Дух Святой знает все планы, которые Бога есть для вас. и вы знаете, что Дух Святой хочет открыть свои планы для вас. Бог не хочет, чтобы тайна о вас оставалась тайной. И единственная Личность, которая знает, это Бог Сам, но Он хочет открыть это вам. Аминь. Скажите человеку рядом с вами. Бог хочет открыть эти планы тебе. Ключ Божьего Царства о вас это Дух Святой. Это то, что сказано. ключ Дух Святой. Вот почему нам нужно Святого Духа. Так сильно нам нужен Дух Святой. Вот почему нам нужно иметь близкие взаимоотношения с Духом Святым. Вот почему. Вам нужно иметь Духа Святого, который ведет вас все время. Вот почему вам нужно этот огонь Духа Святого в вашей жизни. Потому что без Духа Святого мы будем жить жизнью, которой мы не должны жить. Мы будем жить жизнь, которая не для нас. без близких взаимоотношений с Духом Святым. Божья книга о вас будет оставаться непрочитанной и непрожитой. Вы понимаете, что я сказал? Без близких взаимоотношений с Духом Святым Божья книга останется непрочитанной и непрожитой. И многое, вот почему люди, многие живут жалкой жизнью, потому что они не имеют близких взаимоотношений с Духом Святым. без Духа Святого мы будем заняты делать вещи, которые мы не хотим делать и не должны делать. Мы будем делать вещи без Духа Святого, которые не предназначены для нас. Без Духа Святого мы будем неправильно использовать нашу энергию, таланты и дары. Только Дух Святой может открыть тайны о вас, вам же самим. И эта глава, она удивительная, вы должны читать и должны прочитать ее дома. И дам вам один пример. Иисус пришел на землю как человек, не как Бог. И Библия говорит, как человек, он был помазан Духом Святым. Я вам прочитаю Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. «Как Бог помазал Иисуса силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемым дьяволом, потому что Бог был с ним. иисус творил чудеса не потому что Он был Богом, но потому что Он был помазан Духом Святым. Если бы Иисус делал свои чудеса как Бог, мы бы не смогли бы делать их, но Иисус был помазан Духом Святым в силе, и потому что Он получил это помазание, Он шел и исцелял людей, проповедовал Евангелие, и вы можете получить тот же самый Дух, который Иисус имел в своей жизни. Вы помните, как Иисус говорил со Своими родителями в тот день со Своими земными родителями, когда Он был мальчиком 12 лет, Он был в храме, помните? Давайте прочитаем, это важно. Евангелие от Луки 2-я глава 41-й по 43-й стих и 46-й 49-й стих. Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Иисус постоянно ходил на этот праздник. И когда Он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме и не заметили того Иосиф и матери его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И увидевшие его удивились и матери его сказала ему, Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Он сказал им, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Его родители сказали, почему ты сделал это нам? И что Иисус сказал? разве вы не знали? Это очень интересный вопрос. Разве вы не знали? Почему это говорит о том, что его отец и его мать не знали о планах Божьих на его жизнь? И это говорит о том, что даже мои родители не знают, для чего я был рожден. Только Дух Святой может открыть это нам. Никто не знает. Его родители не знали. Но Дух Святой открыл это Иисусу. Первая Коринфянам снова. Первая Коринфянам 2 глава 10 стих. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Сейчас это откровение, которое вы должны понять сегодня. Если нет, тогда вы не поймете это проповедь. Наблюдайте за этим заявление, что тайны спрятаны в глубинах Божьих. и ключ как вы пойдете к Богу чтобы получить правду о вас. Как вы можете понять всю информацию, которая спрятана в Боге о вашей жизни. И ответ прекрасен только через Духа Святого. Бога. Потому что только Дух Святой все проникает даже до глубин Божьих. только Дух Святой знает глубины Божьей. У меня есть картинка об этом, представление об этом. И эта картинка как похоже на что я вижу Бога как прекрасное и удивительное существо. и это невероятное существо, прекрасно. И внутри него, внутри Бога целое море информации о вас. Очень много информации о вашей жизни. Но кто знает эту информацию? Кто знает эту информацию? Никто Богу только Дух Святой который проникает в глубины Божьей. Подумайте Бог Он прекрасен прекрасен каков Он есть. И кто-то как-то должен войти туда чтобы получить информацию о вашей жизни. Что вам нужно делать? Как вы будете жениться? Как вы будете служить Богу? И вся эта информация в Боге. И только Дух Святой может проникать в глубины Божьей и находить эту информацию. И эта картинка в моем уме что Дух Святой идет и Он погружается внутрь Бога и Он начинает искать информацию о вас. И только Он может пойти к Богу и получить эту информацию. И Он погружается Он получает откровение Он выходит из Бога. И если у вас взаимоотношения с Духом Святым что вы будете иметь? Он даст эту информацию вам. Он даст вам откровение. Я хочу чтобы вы снова прочитали мы прочитаем стих 2 Коринфянам 2 1 Коринфянам 2 глава 10 и 11 стих потому что это ключ к тому чтобы вы исполнили свое призвание. Перед тем как я понял это я делал много вещей шел туда шел туда делал много вещей которые Бог не призвал меня делать только Дух Святой может дать вам правильное направление в вашей жизни к тому чему вы призваны делать и когда мы имеем взаимоотношение с Духом Святым я не буду проповедовать сегодня много об этом личности об этом дорогом Духе Святом вам нужно иметь взаимоотношение с Ним давайте прочитаем 10 и 11 стих а нам Бог открыл это Духом Своим ибо Дух все проницает и глубины Божии ибо кто из человеков знает что в человеке кроме Духа человеческого живущего в нем так и Божьего никто не знает кроме Духа Божия но Стоит в своем собственном материале, но в какой-то собственной природе? Выстоит, на Коптоле, ладно? Давайте обратимся. Кто знает все собственные 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 правила? Это говорит, что Дух проникает во все, даже в глубины Божьи. Павел использовал один пример, он говорил о вас в Духе Святом. Он сказал, что точно так же, как никто не знает вас, никто не знает вас, как человека, как вы сами. Вы знали это? Никто не знает вас, как вы знаете сами себя. Вы знаете, я не знаю. Может быть, я смотрю на вас и думаю, ой, это святой человек. Или, может быть, я смотрю на вас и думаю, ой, как я счастлив иметь этого брата. Но только Дух Святой, но только вы знаете, какой вы есть на самом деле. Вы знаете, что вы сделали вчера. Вы знали, что вы смотрели прошлую неделю. Вы знаете, что вы думали. Вы знаете слова, которые вы говорили людям. Вы знаете. Павел сказал, никто не знает вас лучше, чем вы сами. Ваш Дух, ваш собственный Дух знает, кто вы есть. И точно так же, никто не знает глубины Божьей, кроме Духа Святого. И как вы имеете свой человеческий Дух, и этот Дух знает все о вас, то единственный, кто знает о Боге, это Дух Святой. И только Он может получить у Бога информацию о вашей жизни. Аллилуйя. Скажите со мной мысли, потому что этот стих говорит о мыслях. И точно таким же образом никто не знает мысли Божьих. Божья тайная мудрость названа Божьей мыслью. Есть некоторые мысли, которые Бог имел о вас, когда Он создавал вас. Есть некоторые мысли, которые Бог имел о вас, которые заставили Его создать вас. Это очень глубоко. Бог запланировал вас сначала в своем уме. Но вы не существовали, даже когда вы не существовали. Сначала Бог думал о вас. И после того, как Он думал, Он запланировал. И потом Он сказал, сейчас я создам его или ее. Позвольте мне соединить все то, что я учу вас с Писаниями. Может быть, вы не поняли. Давайте вернемся к Писанию сейчас. Мне нравится книга Псалмы, 138 стих. Это 138 Псалм, который говорит о вас. Каждый раз, когда вы хотите читать Писание о вас, вам нужно прочитать Псалм 138. И тогда вы прочитаете о себе в этом Псалме. И сейчас все, что я говорил, это было введение к моему учению. А сейчас давайте пойдем в Псам 138 с 13 по 17 стих. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Вот почему Бог ненавидит аборты Он ненавидит аборты Как возвышены для меня твои мысли И как велико число их Давайте остановимся здесь Обратите внимание До того, как вы пришли в этот мир Сначала Бог запланировал вас Может быть, вы были не запланированы своим папой и мамой Может быть, это был просто случай Но я здесь сказать вам Что вы были запланированы в Божьем уме Прежде чем ваш отец и мать запланировали вас Потому что все дни мои были записаны в книге его До того, как вы были рождены Перед тем, как вы были зачаты Бог сначала запланировал вас И написал о вас И у Него есть книга Вот о том, о чем я пропеду Многие люди не живут по тому, что написано в Божьей книге Многие люди живут своими собственными желаниями А не по Божьему плану Вы плод Божьего мечты и плана Скажите человеку рядом с вами Вы плод Божьей мечты и его плана Стих 16 говорит В твоей книге записаны все дни Для меня назначенные Когда ни одного из них еще не было Я могу прочитать ваш ум сейчас Некоторых из вас Некоторые из вас думают сейчас Если Бог написал книгу о мне Если у Бога были только хорошие планы для моей жизни Почему я так много страдал? Почему меня оскорбляли? Почему мои родители разошлись? Почему столько много страданий в моей жизни? Я знаю, что вы думаете об этом Почему? Почему я потерял людей, которых я так сильно любил? Вы потеряли многих людей, которых вы любили Почему? Было ли это написано в Божьей книге? У Бога есть его планы для нас Но почему вы страдали так сильно? Сильно страдали Потому что Бог дал вам свободу воли Бог дал вам право выбрать вещи И вот почему наша жизнь не хороша Наш выбор Наш выбор и выбор злых людей Разрушают нашу жизнь Он пришел, чтобы мы имели жизнь с избытком Но мы живем В злом мире И как результат этого Мы страдаем очень сильно Я всегда проповедую Вы Так Вы Дитя Божье Бог, ваш Небесный Отец Не так ли? У вас есть дети? Есть ли у вас дети? У меня двое детей Две дочери Я люблю их очень сильно Но мои дочери страдали очень сильно Даже хотя я любил их У меня были планы для моих дочерей Но мои дочери не слушались меня много раз И они страдали сильно Если вы спросите меня Пастор, ты любишь своих дочерей? Я скажу, да Но они выбирают сами свой путь на земле И как о ваших детях Вы любите своего ребенка? А страдают ли они? Да Почему? В его книге все мои дни И каждые из моих дней Были написаны В вечности До того, как еще Они существовали Это очень интересно Бог закончил Бог закончил историю моей жизни Прежде чем она началась Он написал целую книгу о мне И закончил И затем Он дал мне жизнь И эта книга полна Божьих мыслей обо мне Если вы прочитаете последнее заявление Стих 18 Стану ли исчислять их Но они многочисленнее песка Когда я пробуждаюсь Я все еще с тобою Понять и принять Это очень сложно Я дам вам некоторые примеры об этом Может быть вы выбираете вещи для своей жизни Но у Бога другие планы Например, вы работаете на фабрике Как уборщик И вы думаете, что это хорошая работа Но Бог думает в своих мыслях Что вы должны быть менеджером этой фабрики А не уборщиком Вы поняли пункт? Почему? Потому что другими словами Божьи мысли всегда выше наших мыслей И иногда мы планируем нашу жизнь одним образом Но если мы будем слушать Духа Святого Он может быть говорит нам Это не то, что для тебя имею я Потому что Еремия 29.11 говорит Что у Бога есть замечательные планы для нас Для нашего будущего Во благо, а не во зло И вы можете быть счастливы Как просто как верующий Приходящий в воскресенье в церковь И может быть вы просто приходите в церковь И Он планирует для вас Может быть не просто быть в церкви Но быть лидером в церкви Одним из лидеров в церкви Вы так счастливы Другие простые вещи Может быть вы живете в арендованном доме И вы счастливы Но у Бога может быть план Чтобы вы имели свой собственный дом Это ваши планы Но у Бога большие планы для вас Я не говорю, что это Божий план Но может быть вы во многих случаях Не живете не согласно Божьему плану И как я сказала вам Что многие люди просто приходят в церковь И они сидят Сидят в церкви И делают ничего Но в Божьем сердце И Божий план Что эти люди Пасторы, евангелисты Ходатай Люди, у которых есть служение Никто не знает мыслей Божьих Только Дух Святой Только Дух Святой И если вы не знаете Я буду говорить больше об этом Но Бог Отец Он на небесах Иисус тоже на небесах А кто с нами? Дух Святой Иисус сказал Я иду к Моему Отцу И я пошлю вам Утешителя Мы поговорим об этом Другой день И ключ ко всему Тому, что я говорю Это Дух Святой Ключ, чтобы жить Мечты Мечты, которые Бог запланировал для вас Это взаимоотношения Ваши Ваши взаимоотношения С Духом Святым Посмотрите снова На 1 Коринфянам 2 глава 12 стих И подчеркните это в своей Библии Давайте прочитаем вместе Но мы приняли не Духа мира сего А Духа от Бога Дабы знать, дарованное нам от Бога Что Он дал нам? Даровал нам? Почему Он дал нам Духа Святого? Прочитайте и ответьте Мне Почему Он дал нам Духа Святого? Он дал нам Духа Святого Не только чтобы танцевать Думать, что у них Дух Святой Чтобы танцевать Или почувствовать помазание Или говорить языками Потому что вы можете говорить языками Можете танцевать Можете чувствовать помазание Божие Но Бог дал Но не понимать, что Почему Бог нам дал Духа Святого? И почему Он дал нам Духа Святого? Чтобы мы могли понять Что было даровано нам От Бога Дабы знать, дарованное нам от Бога Он говорит нам Цель Духа Святого Не просто для того, чтобы иметь хорошее время в церкви Танцевать Радоваться И наслаждаться Его присутствием Это для нас, чтобы мы поняли Что Бог даровал нам И для чего Бог призвал нас Потому что это цель Духа Святого Другими словами Дух Святой пришел Дух Святой пришел Чтобы что-то даровать нам И это информация о вас Вот почему так важно Чтобы вы имели Духа Святого И развивали свои взаимоотношения с Духом Святым Многие из нас И многие из людей Божьих Они заставляют горевать Духа Святого Они Вы знаете Что вы смотрите вашими глазами Может оскорбить Духа Святого Опечалить Духа Святого Вы можете представить Святой Бог внутри вас А вы смотрите что-то Или говорите что-то плохое Или смотрите что-то нехорошее Как вы думаете Дух будет Святой Как чувствовать Вам нужно культивировать взаимоотношения С Духом Святым Я должен постоянно осознавать Что Дух Святой живет внутри меня Потому что он продолжает говорить мне Истину о мне самом Если я во взаимоотношениях с ним Тогда он всегда принесет какое-то откровение Что мне нужно делать Или может быть я собрался что-то делать А он говорит Нет, нет, нет Это не для тебя У меня есть что-то лучшее для тебя Иногда мы заботимся о вещах Но он говорит Не волнуйте Не волнуйся Я получил какие-то плохие новости Два или три месяца назад И я чувствовал О Но Святой Дух сказал Игнорируй это Не бойся Не волнуйся У меня лучшие планы для тебя И тогда я сказал Вау И тогда вы будете жить таким образом Во взаимоотношениях с ним Что люди говорят о вас? Что люди говорят о вас? Люди говорят, что у вас нет хорошего будущего Но что Дух Святой говорит вам? Люди называют вас толстым Но вы слушаете, что Дух Святой говорит вам? Люди будут говорить вам, что вы глупы Но слушаете, что Дух Святой говорит вам? Люди говорят, что вы никогда этого не добьетесь Но что Дух Святой говорит вам? Вы слишком далеко зашли Но что Он говорит вам? Если вы не слушаете Духа Святого Вы будете верить в то, что люди говорят о вам Давайте встанем Ключ для вас Чтобы вы жили хорошей жизнью Это ваше взаимоотношение с Духом Святым Почему? Потому что Он единственный Кто погружается в глубины Божьи И только Он Дух Святой Может пойти в Бога И иметь информацию Сам 138, 16 говорит Прежде того, как я Прежде чем вы были созданы Бог написал Книгу о вас Это тайная книга Никто не знает Но можете вы получить откровение? Откровение Вы можете Почему? Почему вы получили Духа Святого? Потому что Он единственный Который может Пойти в глубины Божьи И получить всю информацию Которая была написана о вас И тогда вам нужно иметь Близкие взаимоотношения с Ним Чтобы вы Приняли всю информацию И тогда вы будете жить Жизнь с целью Которую Бог имеет для вас Закройте глаза И поднимите руки Цель Духа Святого Это открыть истину О вас самих Что написано В книге Божьей Как многие из вас Хотят жить Божьей мечты Я хочу жить Божьими мечтами Которые Бог имеет обо мне Кто хочет из вас Исполнить Божье призвание На земле Поднимите руки И я буду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok